Уважаемые выпускники 2020 года! Меня зовут Татьяна Евгеньевна Плященко, и я являюсь председателем предметной комиссии экспертов по проверке единого государственного экзамена по истории в 2020 году. Моё сегодняшнее обращение к вам будет посвящено особенностям контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в этом году, особенностям оценивания задания, а также мы остановимся на некоторых заданиях, которые, как показывает опыт, вызывают у выпускников особые затруднения. Итак, обратимся к структуре контрольно-измерительных материалов. КИМ ЕГЭ 2020 года включает в себя 25 заданий, которые разделены на две части. Задания первой части требуют краткого ответа в виде слова, словосочетания, цифры или последовательности цифр. Задание номер один предполагает выстраивание хронологической последовательности событий отечественной и зарубежной истории. Задание номер два требует соотнести события отечественной истории с их датами. Задание три предполагает исключение двух терминов, которые не относятся к указанному историческому периоду. Задание четыре проверяет ваши знания исторической терминологии и умение работать с ней. Задание номер пять требует установить соответствие между событиями, процессами, явлениями отечественной истории и фактами, которые относятся к этим событиям. Задание номер шесть предполагает работу с двумя фрагментами исторических источников и подбор верных суждений к каждому фрагменту. Задание номер семь требует выбора трёх позиций из шести представленных, которые соответствуют указанному заданию и процессу в истории России. Задание номер восемь проверяет наши знания по истории Великой Отечественной войны. Оно требует указать наиболее важные события войны, названия военных операций, а также участников и героев этой Великой войны. Задание номер девять соотносит события отечественной истории и участников этих событий. Задание десять предполагает работу с историческим источником, относящимся к истории России двадцатого начала двадцать первого веков. Задание номер одиннадцать таблица требует соотнесения событий отечественной истории с событиями истории зарубежных стран. Задание номер двенадцать исторический источник и выбор трёх позиций из шести представленных. Задание с тринадцатого по шестнадцатое предполагает работу с исторической картой. Задание семнадцать проверяет знания важнейших культурных событий истории России. Наконец, задания номер восемнадцать и девятнадцать предполагают работу с иллюстративным материалом. Вторая часть контрольно-измерительных материалов включает в себя шесть заданий с развернутым ответом. Задание номер двадцать, двадцать один и двадцать два предполагает работу с текстом исторического источника. В этих заданиях вам предстоит продемонстрировать, как своё умение выбирать необходимую информацию из текста, так и соотносить данные источника с событиями отечественной истории. В задании двадцать один особенно хотелось бы предостеречь вас от цитирования избыточного текста. Вы должны указывать в тексте только те положения, которые должны быть приведены по условию задания. Иными словами, если вы перепишете весь абзац, который помимо требуемой информации содержит избыточную, такое задание, к сожалению, будет оценено нулём баллов. Задание двадцать три проверяет ваше умение анализировать важнейшие события и процессы истории России, выявлять их причины и последствия. Опыт показывает, что значительные сложности у выпускников вызывает задание номер двадцать четыре. Оно требует приведения аргументов в подтверждение и опровержение некой дискуссионной точки зрения, представленной в задании. Обратите внимание, что аргументы должны представлять собой не общие рассуждения, не вашу личную оценку событий, а конкретные исторические факты. Хотелось бы остановиться на особенностях оценивания этого задания. Задание номер двадцать четыре оценивается четырьмя первичными баллами, которые выставляются только тогда, когда выпускник приводит по два верных аргумента в подтверждение и опровержение представленной точки зрения. Если же вы приводите только два аргумента в подтверждение или два аргумента в опровержение, задание будет оценено одним баллом. Два балла выставляются, если приведено по одному верному аргументу в подтверждение и в опровержение. Пожалуй, наиболее сложным заданием второй части является задание двадцать пять «Историческое сочинение». Сочинение оценивается по семи критериям, на которых я предлагаю вам остановиться подробнее. По критерию К1 выставляется два балла, если в сочинении верно указаны два события, процесса и явления, которые относятся к указанному историческому периоду. По критерии К2 выставляется два балла за верную характеристику двух исторических личностей, относящихся к этому периоду, а также их вклада в события и процессы явления данного периода. По критерию К3 выставляется два балла за верное указание двух причинно-следственных связей, характеризующих причины возникновения событий, процессов и явлений, происходящих в данный период. Критерий К4 предполагает выставление одного балла за верную оценку влияния указанного данного указанного периода на дальнейшую историю России. Обратите внимание, что при оценке вы можете опираться как на мнение историков, так и на конкретные исторические факты. Иными словами, указание мнений историков не является обязательным. Однако вы обязательно должны указывать, как указанный период повлиял на дальнейшую историю российского государства с точки зрения формирования причины предпосылок тех событий, которые произойдут в будущем. По критерию К5 выставляется один балл за корректное использование исторической терминологии. Наиболее существенные изменения в оценивании в сравнении с прошлым годом связаны с критерием К6 – фактические ошибки в сочинении. В этом году за отсутствие фактических ошибок будет выставляться 3 балла, а не 2, как это было ранее. При наличии одной фактической ошибки выставляется 2 балла, за 2 фактические ошибки – 1 балл. Однако следует учитывать, что по критерию К6 баллы начисляются только в том случае, если по критериям К1-К4 в сумме выставлено не менее 5 баллов. Ну и, наконец, критерий К7 предполагает выставление одного балла за связность изложения материала, за представление его именно в виде сочинения, а не в виде набора отрывочных терминов и положений. Выставление баллов за этот критерий также возможно только в том случае, если за критерий К1-К4 в сумме вы набрали не менее 5 баллов. Хотелось бы порекомендовать вам, уважаемые выпускники, при написании сочинения четко следовать критериям оценивания. В заключении хотелось бы пожелать вам собранности и терпения в этот непростой период и непременно успехов на едином государственном экзамене.